МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня семинар, как любой другой, является непрерывным продолжением предыдущего. У нас идет огромный сериал. И вот перед этим мы собирались в другом местном составе по поводу фальшивого Петербурга. Кто-то слышал, кто-то нет. Что Петр Первая фигура подставная, и что Петербург был выбран как совершенно неудачно, с точки зрения, как это называется, географии, точка, потому что плохой климат, нету путей транспортных, нету выхода к морю, ничего другого. Но когда мы стали смотреть и прочее, оказалось, что это, в принципе, была вещь проектная. Она была спроектирована, и как бы была какая-то точка, которая была специально назначена крайне неудачно судейной геополитике. Потому что дело столицы на границе государства, тем более, что когда Петр построил крепость Петербургской на шведской территории, это вообще нонсен. То есть я на шведу по проливу, который называется рекой Невой, и вдруг видела свою территорию, построенную крепость другими людьми. И мы пришли к выводу, что был какой-то проект. И я высказал предположение. Я говорю, что это гипотеза. Поскольку Яков Брюс до 1711 года жил в Петербурге, а потом приехал, ну, блин, не в Москву, а в немецкую Слободу, то есть совсем рядом с теми местами, где я сейчас сидел. Дома Якова Брюса находится, в котором переглачили, где-то очень близко. Потом он приехал на этот самый, на Сляповскую заставу. Я только потом. Или как там сейчас называется, я забыл. Вот. И поэтому мы предложили Андрею Виновичу, Семельникову, просветить нас на тему Якова Брюса. А поскольку человек написал книгу на эту тему, ну, как говорится, ей карта в руки. Спасибо. Значит, первое. Я, значит, хочу сказать, что я никогда не жонглирую хронологией, как наш уважаемый господин Фоменко и так далее, и так далее. Это первое. То есть все даты мне совершенно пофигу, какие они были и когда. Вот какие они написаны, такие и написаны в нашей истории. Второе. Я никогда не опираюсь на документы, которые считаются якобы сфальсифицированными. Я опираюсь на документы, которые никто никогда не фальсифицирует по причине того, что они просто никому не нужны. Это тупые записки, тупые экономические счета и так далее, и так далее. Их фальсифицировать ни у кого просто не приходит в голову. Это второе. И третье. Я, если пользуюсь какими-то материалами, то я пользуюсь материалами, и это вы все знаете, закрытых обществ, в которых сфальсифицировать ничего нельзя по причине того, что если ты там что-то сфальсифицировал, то тебе просто оторвут голову. Вот по-простому. А теперь вернемся к нашему уважаемому Якову Велимовичу Брюсу. Редактор субтитров А.Семкин